Всем привет! Сегодня разберем такую тему, как вирусы, их репродукция, основные этапы взаимодействия вируса с бактериальной клеткой, с клеткой хазарина и методы индикации, методы обнаружения вирусных частиц в смедленном материале. Начнем с определения репродукции. Репродукция – это свойство организма образования себе подобных, создания себе подобных. Этапы взаимодействия вирусной частицы с клеткой хазарина. Их шесть этапов. Они представлены на доске. Первый этап – это адсорбция. Адсорбция – это специфическое взаимодействие вирусных рецепторов, специфических вирусных рецепторов, со специфическими рецепторами клеткой хазарина. Далее, это все идет ко второму этапу – к проникновению. Проникновение может быть за счет эндоцитоза, либо за счет слияния белковых оболочек вирусной частицы с оболочками с цитоплазматической мембраной клетки хазарина. Далее идет третий этап. Третий этап – это раздевание нуклеиновой кислоты или обнажение нуклеиновой кислоты. На этом этапе происходит высвобождение нуклеиновой кислоты, ее раздевание, то есть выход из белковой оболочки и активация нуклеиновой кислоты. Далее начинается четвертый этап – синтез. Синтез предполагает образование нуклеиновой кислоты вирусных частиц вируса и белковых оболочек или капсидов. Причем нуклеиновая кислота синтезируется в ядре чаще всего, а белковые оболочки или капсиды синтезируются на рибосомах цитоплазмы. Такой способ размножения называется гензелективное размножение репродукции. Все это ведет к пятому этапу, наступает пятый этап – это сборка. Сборка предполагает объединение нуклеиновой кислоты вируса с белковыми оболочками, с капсидами. И образуется после взаимодействия нуклеиновой кислоты с капсидом нуклеокапсид. И завершает это все шестой этап. Шестой этап – это выход вирусных частиц, выход сформированных вирусных частиц, которые образовались на пятом этапе, и с клетки хозяина. Это может происходить как с гибелью клетки, так и без гибели клетки. И далее начинается снова этот же этап. Так как вышли полноценные вирусные частицы, которые снова могут заражать клетку. Методы индикации вирусов в исследуемом материале. Для индикации вирусов в исследуемом материале используют их цитопатическое действие – ЦПД. Цитопатическое действие – оно появляется в различной степени и носит разный характер в зависимости от вида вируса. Это появляется в изменении морфологии клеток хозяина. И оно видно в микроскоп, световой микроскоп. Это может проявляться в образовании эвакуолий, в разрушении митохондрий, рибосом, а также в образовании гигантских многоядерных клеток. Оно проявляется в трансформациях, прониферациях, деструкциях. Далее – обнаружение внутриклеточных включений. Обнаружение внутриклеточных включений. То есть это вирус, размножаясь в клетке, производя свои субъединицы, образует там включение. То есть это непостоянные структуры, непостоянные компоненты клетки. Ближкообразование. Ближкообразование – это участки разрушенных клеток в клеточном монослое под тонким агаровым слоем. Реакция гемосорбции. Реакция гемосорбции – это способность вирус инфицированных клеток ацербировать. То есть вызывает прилипание, либо поглощение эритроцитов этими клетками на своей поверхности. Реакция гемоглютинации. Реакция гемоглютинации – это также способность вирус инфицированных клеток. Но только уже не ацербировать, а аглютинировать. То есть склеивать эритроциты. И цветная проба. Цветная проба основана на изменении цвета индикатора в питательной среде для культур бактерий. Этот метод основан на том, что в процессе жизнедеятельности клеток она выделяет в питательную среду кислоты, которые будут изменять цвет индикатора. Если же культуры клеток заражены вирусом, то соответственно их размножение и жизнедеятельности происходить не будет. И цвет индикатора не будет изменяться. Реакция гемоглютинации возможна только для тех вирусов, у которых есть на поверхности гемоглютинин. Реакция гемоглютинации